17 сентября в Ливане массово начали взрываться пейджеры, что шокировало большую часть мира по двум причинам. Первое, кто ими и вообще до сих пор пользуется, ну и второе, как такое возможно? В сети тут же появилось видео, как люди ни с того ни с сего начинают корчиться от боли и падают. Некоторые замертво. Взрывных атак пейджеров было несколько, а потом начали взрываться и рации, и другие электронные устройства, включая даже автомобильные радиоприемники. Взрывались гаджеты сразу в нескольких городах Ливана – Сарин, Бейрут, Сур, ну и также в сирийском Дамаске. Тысячи раненых, десятки убитых, большинство из них – члены Хизбаллы. Группировки признаны террористической в странах Европы и США. Хизбалла обстреливает ракетами Израиль. Позже становится известно, что электроника взрывалась не просто так. Партия электроники, которая направлялась в Ливан, была перехвачена израильскими спецслужбами. Те установили в каждое устройство малый взрывной заряд. Потом дистанционно перегревали батареи, та и детонировали. После серии взрывов многие ливанцы вообще начали бояться электроники. В сети стали появляться такие вот видео. Но самое главное после этого происходило в России. В Москве сразу же назвали эту операцию терактом. Об этом российский поспред рассказывал в ООН. Те, кто совершил это варварское преступление, не щадили никого. Взрывы прогремели в больницах, на рынках, улицах, магазинах и аптеках. Известно, что это была скоординированная дистанционно управляемая операция, ответственность за которую формально никто на себя не взял. Но в регионе проанализировали факты и сделали на этот счет свои выводы. Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока. Но при этом россияне в прямом эфире, не стесняясь, начали мечтать о том, чтобы повторить подобное в Европе. Это, конечно, такие операции нового уровня совершенно, такого мир действительно не знал. Другой вопрос я представил, если бы мы вот такую операцию провернули где-нибудь в Европе, против, я не знаю, сотрудников оборонных заводов, которые поставляют Украине оружие. Представляете, какой ор бы стоял о террористической активности страшной России, которая мирных промышленников западных убивает таким варварским способом. То есть это как бы теракт, но мы такое в Европе бы хотели повторить. Особенно порадовал король пропаганды Соловьев, который из каждого утюга кричит, что он еврей. У себя в телеграм-канале Соловьев написал пост, что за всем этим стоит агент МОСАДА Махшер Кашер. Правда, в переводе с еврита это означает средство связи. Пост Владимир Рудольфович в итоге, конечно же, отредактировал, но не остановился. Запаниковал, что такой же трюк могут повторить украинцы по отношению к российским военным. Вот сейчас идет гуманитарная поставка. А что мешает вам получить, ну, например, через того же Незвана, который работает с РДК, получить доступ к тем же самым технологиям и передать под видом гуманитарной помощи зону боевых действий через каких-нибудь таких же там, некоторое время назад, с разными историями. Вот взять им и через них передать такую гуманитарочку, в которой, скажем, средства связи. У нас же много средств связи передает гражданское общество. Много. А потом эта партия вдруг начнет взрываться в руках. Особенно порадовала председатель Совфеда в России Валентина Матвиенко. Она решила рассказать анекдот про пейджер. А шутку тут же подхватила Маргарита Симоньян. Анекдот жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер по поводу гаджетов. Хотела ты одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер. Если вдруг кто не понял, что на самом деле имела в виду Симоньян, поясню. В 2018 году британец Чарли Роули нашел флакон с духами Нина Ричи, который радостно подарил своей подруге Дэн Стерджис. Та брызнала жидкость на себя и ровно через 15 минут женщине стало плохо, а в итоге она умерла в больнице. Британская полиция считает, что во флаконе был новичок, которым известные любители салсберийских шпилей отравили ручку дверей в доме бывшего российского шпиона Скрипаля. Как вам теперь поправочка от Симоньян? В общем, история это без морали. Пейджерная операция действительно беспрецедентно, тщательно спланирована и реализована. А вот реакция России просто удивительна. Хотя нет, мораль все же есть. Путину, наверное, нужно быть осторожнее. Мало ли какой подарок Кабае моему приготовит на день рождения. А ведь он совсем скоро. Нелепая была бы смерть. Ну а вы смотрите сами. Ну вот на этот раз пока все. С вас лайк, подписка и репост, если смотрите выпуск в интернете. А больше всего, конечно, я жду ваших комментариев, ваши мысли бесценны. Делитесь ими, и это видео посмотрят больше людей. С вами был Владимир Унец, а новый выпуск смотрите сами всего лишь через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова